Приветствую вас. Какое-то количество экспертов вам уже ответило на вопрос, и я думаю, что общее представление о тематике вашей проблемы вы получили. Мне же, вот вы знаете, хотелось бы как-то немножечко с другой стороны посмотреть на ситуацию. Мне хотелось бы сказать вам о том, в первую очередь, что, значит, ваш муж, значит, скорее всего, стал за вами ухаживать, и стал даже не ухаживать, а вы здесь пишите, что он как бы, ну, просто проявляет себя по отношению к вам. Так вот, мне думается, что причина такого его поведения заключается в том, что, по-видимому, он рассчитывал, что вы к нему вернетесь, то есть, когда он с вами расставался, ему казалось, что вы, ну, вернетесь к нему, будете за ним как-то бегать, может быть, может быть, будете, не знаю, просить, умолять его вернуться и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, но ничего этого не произошло, и он, осознав, что может вас потерять, значит, начал делать какие-то шаги по отношению к вам. И в этом контексте его поведение, ну, на мой взгляд, вполне естественно и понятно. Хочется он вернуться, ответ на этот вопрос, с учетом той информации, которую вы дали, однозначно сказать нельзя, потому что его мотивы это, в данном случае, потемки, то есть я не хотел бы заниматься, например, предположениями, да, относительно того, хотел бы он вернуться или нет, вот. Другой вопрос в том, действительно, как сказал вам коллега мой, уже, чего хотите вы? Вот вы-то сами все-таки чего хотели бы для себя, самостоятельно? Понимаете, ну, предположим, что вы действительно хотели бы в этот бой вернуться, но, опять же, как сказала вам уже другая моя коллега, значит, то, что даже если мужчина к вам вернется, все равно проблемы, они останутся, те, из которых вы перестали быть вместе и вполне вероятно, что вы расстанетесь у нас. То есть здесь нужно вот именно работать с тем, почему вы расстались, почему вы перестали быть вместе и что послужило причиной того, что вы не живете вместе уже довольно большое количество времени. На мой взгляд, еще одной причины того, почему мужчина ведет себя вот именно так, может быть то, что он, вот, когда уходил от вас, когда решал, что с вами, с вами больше ему делать нечего, он на что-то рассчитывал, да, ну, то есть надеялся там на какие-то жизненные обстоятельства, да, на какие-то жизненные, может быть, успехи и так далее. Вот, у него это не получилось, все по всему, и сейчас мужчине, по-моему, потерпев неудачу вот в чем-то, да, то есть, оказавшись, ну, скажем так, неудел, что, обязательно, скажем так, значит, в незавидной позиции, мужчина, ну, вполне вероятно, захотел вновь к вам вернуться. Вот, ну, опять же, просто потому, что, вот, у него не получилось что-то построить свое, и у него не получилось как-то реализоваться, да, у него не получилось сделать то, что он хотел сделать. И прежде чем, вот, на что-то надеяться, вы старайтесь все-таки проанализировать, значит, то, почему мужчина стал нагрести себя, да, то есть, какие обстоятельства, какие ситуации случились с ним, с вашим мужчиной, что он начал вести себя подобным образом. Это важно, это очень важно. На этом все, надеюсь, что помог вам, а если какие-то вопросы у вас остались, пишите в личку, помогу вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok